Здравствуйте, Сергей Владимирович, добро пожаловать. Очень рад вас видеть в Бишкеке. Спасибо, очень рад в этот день с фонартики быть в своем родном городе Бишкеке. С праздником, Сергей. Спасибо, с праздником. Уважаемый Сергей Владимирович, рад приветствовать вас. Для меня большая честь принимать вас в Бишкеке. Мне доставляет особую радость тот факт, что Кыргызстан является для вас близкой и родной страной. Вы родились и выросли здесь. Символично, что наша встреча проходит Международный день космонавтики. Я искренне поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю вам больших успехов. Я, конечно, не знаю, как сейчас, но в наше время каждый второй ребенок хотел стать космонавтом. Я думаю, вы не были исключением. К счастью, ваша мечта сбылась. Я, конечно же, видел ваши поздравления с борта Международной космической станции в адрес кыргызстанцев по случаю Дня города Бишкеке, а также Дня независимости Кыргызской республики. Они были настолько теплыми и искренними, что, я думаю, нашли отклик в сердце каждого кыргызстанца. Я очень рад, что у нас есть такой соотечественник, как вы. Весь Кыргызстан радуется вашим успехам и достижениям. Как глава государства я всегда готов всячески поддерживать и поощрять наших соотечественников. Поэтому вы можете на меня рассчитывать. Спасибо, господин президент. Мне очень приятно и для меня большая честь именно в этот день, в День космонавтики, оказаться в Кыргызстане, в своем родном городе Бишкеке. Потому что Кыргызстан, он занимает особое место в моем сердце. Потому что здесь прошло мое детство, юность. Я здесь получил образование. Здесь, наверное, сформировался мой характер, упорство, настойчивость и желание исследовать что-то, что повлияло на выбор моей карьеры. Наверное, сама мечта полететь в космос здесь появилась. Потому что когда оказываешься летом в горах Кыргызстана и смотришь на звездное небо, и видишь многообразие, и кажется, что они совсем близко, и хочется до них долететь. Поэтому, когда эта мечта в итоге осуществилась, и перед космическим полетом у меня встал вопрос, какие личные вещи можно взять на станцию, у нас ограничены одним килограммом. Конечно, у меня этот вопрос не стоял. Я захотел взять с собой частичку своей родины. Поэтому я взял с собой флаги Кыргызстана и Бишкека, которые сопровождали меня всю экспедицию на борту. 195 суток они провели на станцию. К счастью, при поддержке мэрии Бишкека мне удалось записать поздравления жителям города и поздравления с Днем Независимости Кыргызстана, что для меня было тоже большой честью. И то событие, которое я ждал и готовился, хотелось порадовать своих земляков. И в честь вот этого события эти флаги мне удалось вернуть на землю. И вот сегодня я хотел бы в торжественной обстановке вручить вам флаг Кыргызстана, который провел в космосе почти полгода. И это вот фото с борта, которое... Когда вы поздравляли нас. Флаг, который... Я видел это несколько раз, несколько раз, несколько раз повторно. Секс-Манс любит из Сыкуль фотографировать, потому что он очень красиво выглядит. И все мои коллеги мне завидовали, потому что я именно жил в Кыргызстане, очень много бывал на Сыкуле, отдыхал. И вот я хотел бы поделиться с вами этим видео прекрасно. С космосом тоже снимали. Да, с космосом тоже видели. Флаг Республики. Здесь есть штаб Международной космической станции. Великанской штаб Международной. Великанской, в Российских. Все, что в космосе есть, мы штампуем. Великанской, которая говорит, потому что этот флаг был доставлен космическим кораблем Союза МС-21. 18 марта 2022 года и до 29 сентября 2022 года сопровождал экспедицию, был нашим талисманом, нашим талисманом, нашим талисманом. С радостью и с честью вам хочу подавить. Спасибо большое. Я передам ребятам музей. Обязательно музей. Как положено их поводу. У нас есть знаменитый писатель. Вы знаете международного масштаба, мирового масштаба. Чингазайтмад. Это его книги. И вот войлочные. Это ручная работа. Ручная работа. Оригинал. Из войлока сделано. Это юрта. Наша архитерская юрта. Город. Специально для вас. Спасибо. Вот оказывается в следующем году они приглашают вас, всех космонавтов, да? Да. Давайте организуем, тогда пусть все приезжают к нам отдыхать на Исекуле. Вот эти места как раз, где Юрий Гагарин отдыхал, тоже посмотрите. Для вас тоже интересные места, очень хорошие. Большое спасибо. Мои коллеги... После космоса, вы последний раз сколько там, почти 7 месяцев по воде, да, там в космосе? Ну, как там после космоса, вот, когда спуститесь на Землю? Ну, и радостно, и тяжело. Какое ощущение? Тяжело, да? Тяжело, да. Адаптироваться тяжело, да? Тяжело ходить в первые дни, очень тяжело равновесие держать, могу легко упасть. Тяжело бегать. Ну, вся нагрузка, которая вертикально, тяжело переносится. Ну, то есть, на второй день после полета я уже в спортзале, жим лежа. Это дело, то есть, это можно почти тот же вес, который до. А вот с шлангой вертикально приседать, это уже месяца через три только получилось. Потому что позвоночник, конечно, отвык от действия гравитации. А вообще мышцы мы там тренируем, там по 2,5 часа в день спортом занимаемся. Беговая дорожка, силовой тренажер. Поэтому вот основные крупные мышцы, они хорошо прокачаны. А мелкие, которые за равновесие отвечают, за координацию, они уже не работают там. Поэтому можно легко упасть на Землю. Ясно. Почему в следующем году говорить, а почему не в этом году? Если будет желание в этом сезон, хороший сезон. Мы всегда готовы. Всегда готовы? Тогда в этом году организовывайте. Еще есть время же, до июля, июля-август, это хороший месяц. Самый лучший, самый бархатный сезон, июля-август. Программа отработает, когда что дальше? Конечно, конечно. Можно будет организовать встречи, опять-таки, со школьниками. Мы будем рады передать наш опыт, какие-то знания. А как вы Katie? Кто?